Открыто об этом сказали первым, мы же могли об этом не говорить, никто бы не узнал. Передайте салону Павла Каримова привет, пишет Александр. Вот, а кто это Эрика? Эрик это мастер, который сейчас меня окрашивает. Без перчаток работает мастер. Ребят, я не переживаю за это, а если вы за это переживаете, то вы можете продолжать переживать. Да, мужчина-охранник Эрики. Все спрашивают, кто это мужчина-здаде, это охранник Эрики. Вот задают вопрос, трансгендер это болезнь? Считается, что некоторые болезни вы сейчас исключили из числа, ну чтобы так не назывались болезни, как бы называют, чтобы не было как грустно, оскорбительно называют состояние, такой вариант нормы. Состояние, вариант нормы. То есть в перечне болезней нет такого, да? Физических нет, это как физическое заболевание, именно доказали, что именно тело не соответствует мозгу. То есть это как вот все равно, что это с хромосомами там связано. Нет, нет, именно мозг женский, а тело мужское, соответственно, это проблема в теле. Мозг женский, а тело мужское. А как отличается женский мозг от мужского? Там проходят специальные тесты, вот, например, когда это определяется, там психиатрическая комиссия. А, непонятно. Я отвечала все вместе на 700 вопросов, там проходила трех специалистов, целую коллегию. А ты только после этого тебе разрешают делать операцию, да, правильно? Да, это можно принимать только после этого. Только после этого, да. И даже грудь все сделать без этой справки. А ты грудь уже сделала, да? Да. Все понятно. Вот так вот, ребят. То есть просто так вам никто не разрешит поменять пол. Да, мой мастер – это бывший мужчина. Эрика, которая меня красит, бывший мужчина. Теперь она женщина. Официальная женщина. Она по паспорту женщина. Она официально вышла замуж. И так далее, тому подобное. Реально, Эрика, у Эрики все движения, вся пластика, как у девушки. Эрика очень женственная, поверьте. На самом деле, на самом деле, Эрика женственнее, чем я. Вот серьезно. Потому что я-то как бы за свою эту жизнь, особенно за последние 6 лет в Инстаграм, немножко женственность порастеряла. А Эрика очень женственная. Не, ну, слышишь, какие люди? А рожать может Эрика? Ребят, ребят, вы мне, конечно, извините. Я просто не знаю, у вас какое образование? Начальное? Образование 3 класса церковно-прикладской школы? Ну, как бы, чтобы слишком сильно не радовались, могу сказать то, что вообще не все женщины могут рожать, даже не бывшие мужчины. Вот именно. Даже женщины, которые не бывшие мужчины, и то не все могут рожать. Ребят, ну что за глупости? Что за глупости? А по поводу того... Да, я до этого всегда была у другого мастера. И я вам уже, по-моему, объяснила русским языком, что в данный момент это ее муж задеревнует, что ли? Нет, это не муж, это любовник. У Эрики есть и муж, и любовник. В отличие от многих женщин, у которых нет ни того, ни другого. А вот у Эрики есть и муж, и любовник. А почему Эрика, а не Аня? Эрику звали Эдика, Эдуард тебя звали? Эрику звали Эдуард. Из Эдуарда Эрика стала Эрик. Эдуард и Эрика, как вы, это очень логично. Эрике 30 лет, я уже поняла это. Я уже запомнила с будущего эфира. У вас все друзья гии и трансы. Послушайте. Ну, у меня, например, подруга Ирина Василенко. Она недавно родила мальчика Фархада. Она как-то никак не похожа на гея или транса, да? У меня подруга мой и Нусик, у которой шикарная семья. Муж и двое детей и так далее и тому подобное. Знает ли муж о прошлом? Муж Эрики, бывшая женщина. Я сама уже в шоке. Я сама в шоке. Это никакая Санта-Барбара не сравнится. Муж Эрики, бывшая женщина. Мы уже об этом в предыдущем эфире рассказывали. Да, у Эрики очень красивая улыбка. Вообще Эрика очень красивая. То есть Эрика бывший мужчина, а муж Эрики бывшая женщина. И они любят друг друга. У них семья. В прямом смысле она бывшая женщина. Он. Нет, она, это была она в столах. Он была она. Да, да. Ну так я про это говорю. Ее муж был она, теперь... С грудью женской. А куда грудь-то делать его? То есть он все убирает, он накачал. Очень хорошо так тело накачал. И получилось у него грудь ушла. Как бы ты подибилдер, что бывает, что они качаются. Не знаю, конечно, по этим мышцам. Грудь это железа. Если убрать железу, то останутся петеральные мышцы. То, что Эрика похоже на Самойлова Оксану, нам уже много раз писали. Да, зато они хорошо понимают друг друга. Бывшие мужчины и бывшая женщина на самом деле, вот реально. Вы, наверное, хорошо друг друга понимаете? Ну, проблемы, да, понимаем. Но по характеру мы такие, как противоположные. Иногда танцернцы друг друга дополняем во многом. А ты кто по гороскопу? Я близнецы. А он? Это стрелец. Он стрелец, а ты близнецы. Я просто не разбираюсь ничего в этом. А, это вы просто спросили. Может, вышли из... Нет, нет, не вышло. Вот, ребят. Кто? Вы знаете, на тупые вопросы вот прям не хочется даже отвечать реально. Не хочется отвечать на тупые вопросы. Потому что некоторые вопросы, мало того, что они неэтичные, они еще очень глупы. Какие могут быть у мужа месячные, если он принимает мужские гормоны? Люди, ну не будьте дебилами. Какие месячные у мужа? Господи, дайте, дай бог тебе, Эрика, терпение. А в каком у тебя часа день рождения? У нее, кстати, всегда тоже близнецы. Спрашивают про генициальную, скажут. У нее есть свои ютуб-каналы, она там расскажет, если хотите? Да, ребят. Ну что, мы продолжаем вот окрашивание, продолжаем вести прямой эфир. Вопросы, конечно, ставят в тупик. Задают вопросы, может ли Эрика рожать? Остались ли месячные у мужа Эрики и так далее и тому подобное? Ребят, просто возьмите, изучите хотя бы как-то анатомию и гендерные различия. Меня вот такой, вот ваша такая безграмотность, она меня просто убивает. Я же думаю, что Эрика, наверное, привыкнет к этой херне, да, и спокойно это все. Я вижу, она такая спокойная, так очень нежно, плавно работает. Ну, дай бог терпения в дальнейшем и счастья, и всего остального. Вот. Да я не обращаю внимания, ребят. Неужели вы думаете, я буду обращать внимание на какого-то там, на средину 01, который мне пишет, что я чучела? Или кто-то там еще чучела? Ну, на средину 01 все плохо. Хотела бы ебать овцу в своем стойле, а овец не осталось. Ну, овцы все сожраны, потому что коронавирус и голод, понимаете? И поэтому ему очень тяжело, он зашел в эфир и написал, что мы чучелы. У Эрики откуда возьмутся месячные? Или, может, есть месячные? Нет. Откуда могут быть месячные? Вы дебилы? Ребят, правда, простите меня. Эрики здоровья, вот именно. Спасибо, я знаю, что я прекрасна. Ребят, зачем я крашу волосы? Эрика красит мне волосы. Мы делаем окрашивание. Сначала меня осветлили, теперь мы тонируемся. Скоро я буду очень красивой. Вы увидите фото до и после. Про то, что... Про пипирку Эрики, которую она отрезала или нет, и про все остальное узнаете, пожалуйста, у Эрики в ее инстаграм. Я отметила ее в сториз. Ну, конечно, я нервничаю. Ну, Эрика-то уже привыкла к этой херне. А меня эти вопросы просто ставят в тупик. Я привыкла, что вы удивляетесь тому, что у меня месячные. Я к этому уже привыкла. Но когда спрашивают про месячные других людей, как-то мне, ну, как вам сказать, не очень приятно. Стоимость эфира будет очень маленькая, 200 рублей. Естественно, для всех как бы доступно. Вот. Ну, смотрите, ребят, знаете, давайте все-таки закончим наш замечательный эфир тем, что я вас всех призову, призову быть толерантными. Это раз. Спасибо. Вот, Эрика, тебе желают счастья. Пишет, что Эрика прелесть, а я супер. Я знаю, что адекватных людей гораздо больше, чем неадеквата. И я вам очень благодарна. Я всегда вам говорю, да, что я своим успехом во многом, во многом обязана вам, моим подписчикам. И я очень всегда с уважением к вам отношусь. Если когда-то называют кого-то дебилом или стадом, то это не имеет отношения к адекватным людям, которые со мной уже многие давно-давно, а кто-то недавно подписался. И тот, кто воспринимает меня такой, как я есть. Тот, кто воспринимает Эрику такой, как Эрика есть. Понимаете, надо на самом деле просто учиться толерантности на Западе. Вот когда я была на Пхукете, да, вот перед Новым годом, помните, я была в семье Леонида и Юрия. Это были два гея, которые поженились. Они поженились в Норвегии, по-моему, я не помню. Они живут, любят друг друга, у них все хорошо. Ребята, эфир платный будет только один, где я буду показывать, да, операцию, мои хорошие. А так эфиры, естественно, продолжают быть бесплатными. Вот. И мне очень хочется, чтобы просто вы учились этой толерантности. Ведь люди не просто так становятся геями. Люди не просто так становятся транссексуалами. Поймите, люди такими родились, да. Человек уже с рождения, там, в пять лет, в семь лет уже чувствует себя, что это человек другого пола. И вы должны понять, таких людей на самом деле немного. И примерно одинаковый процент был всю жизнь. Если эфир платный, как бы вы в него зашли? Господи. Знаете, у меня просто вот нет уже комментариев, да. То есть вы меня смотрите и спрашиваете, платный ли эфир. Да, с карточки Сбер сейчас спишется две тысячи с вашей. Да, Эрика очень красивая девушка. Хотите увидеть ее страницу? В сторис уже отметила я Эрику. И там вы можете увидеть ее страницу. Задайте ей какие-то вопросы. Она вам на них ответит. Вот. Поэтому давайте все-таки реально будем добрее, интеллигентнее, культурнее, толерантнее, воспитаннее. Давайте оставаться людьми, да. В любых ситуациях оставаться просто интеллигентными людьми. И я думаю, интеллигентные люди не интересуются друг у друга размером половых органов, наличием менструации в жизни и так далее и тому подобное. Было так. Understand? Было так, я надеюсь. Да. Эрика, ты занимаешься спортом? Да, занимаюсь спортом, фитнесом. Эрика занимается фитнесом, а ее муж качается, да. Он у тебя прям накачанный такой. Мужу Эрике 20 лет. Мы об этом говорили в предыдущем эфире. Мужу Эрике 20 лет, а Эрике 30 лет. По моим стопам. Да, пошла по моим стопам. Пошла по наклонной. Это подпольный салон. Нет, ребят, он не подпольный. Надпольный. Вот так вот, мои дорогие. Спасибо вам, что вы были со мной. А если сначала я была замужем, нарожала детей, а потом решила, что я лесбия. Это трэш? Я думаю, что это не трэш. Нет, я не знаю шлаков. Тем более фитнес-блогера шлаков не существует. Фитнес-блогер шлак – это ваши какие-то фантазии, видимо, эротические. Вы считаете себя интеллигентной? Да, безусловно. Я, безусловно, интеллигентный человек. Меня окрашивают кедрой. Еще вопросы. И я вас люблю. Конечно, покажу результат. Обязательно. Операцию я буду делать тогда, когда я ее запланировала. Мне рассчитала моя астролог. Отмечу ее. Обязательно. Астролог, которая была со мной в фитнес-туре в Кисловодске, рассчитала мне дату операции. Она очень удачная. Да, Эрика очень спокойная девушка. Что она интеллигентная, понимаете? Интеллигентность не зависит от того, меня ли вы свою половую принадлежность, не меня ли. Если вы интеллигентный человек, вы будете интеллигентным человеком. Спасибо. Очень приятно. Все виснет, но извините, мои хорошие. Ничего не видно, все нормально. Все я смотрю, если жена. Ну, если как бы у вас что-то виснет, может быть, у вас с телефоном какие-то проблемы. У вас дома интернет вообще очень черт. Шикарно, да. Передайте Эрике, что она обалденная. С удовольствием передаю Эрике, что Эрика обалденная. Были родители мужа Эрики против вашей свадьбы Эрика? Нет, они... Он, когда он со мной познакомился, встречался с другой девушкой, ее бросил ради меня. И он все с мамой советовался, как ему поступить. И мама была на моей стороне, как бы сказала ему, что она считает, что надо со мной встречаться. Астролога зовут Татьяна. Изолируйтесь. Вы уже изолированы. Не переживайте за нас. Уважение вам, потому что вы ни одной комментарии не пропускаете. За всеми следите. Я всегда стараюсь следить. Как зовут астролога, уже сказал. Нет, сегодня уже эфиров не будет. Передайте Эрике привет от Рая из Казани. Привет, Рая из Казани. В Казани, кстати, по моей франшизе худеть легко, работает очень удачно, уже три года. Эрика, походу, мужчина переделанный. Эрика не мужчина переделанный, а Эрика трансгендер. Она прекрасная женщина. Эрика, все очень переживают, что ты переживешь себе руки от перекиси. Это уже не перекись, мы тонируемся. Мы тонируемся. Да, я обязательно наращу волосы, как только вернется Алла. Эрика, кстати, тоже наращивает волосы, но Алле я точно не изменю. Как найти Эрику, ребят? Я отметила Эрику в сториз. Не трансвестит, а трансгендер. Это разные вещи. Это разные вещи. Трансвестит и трансгендер. Нет, она не из дома 2. Вот именно. Какая разница, мужчина или женщина, лишь бы оставаться человеком. А трансгендерность, это как, простите. Расскажешь, Эрика? Трансгендерность, это когда мозг полностью женский. Живешь как женщина, ощущаешь себя запертой в мужском теле, которое тебе вообще кажется... Привет огромнейшей Эрике от Полины Комаровой. Привет. Полина Комарова, вам тоже привет. Кто такой трансгендер? Загуглите, ребята. Я вас сколько учила пользоваться гуглом. Это же элементарно, мои хорошие. Ну, у вас же у всех есть, если не айфоны, то просто телефоны. Гугл. Трансгендер, это... Вот что об этом говорится в источнике Википедии. Трансгендерность, это не совпадение гендерной идентичности или гендерного выражения человека с зарегистрированным при рождении полом. Understand? Очень все просто. Да, очень все просто, ребят. Эрика Трансгендер. Есть ли у нас? Там про другую будет, которая в ДМ-2. Ага, да. А, нет, про меня тоже. Эрика Аскарова. Вот, сразу. Эрика Аскарова. Эрика Трансгендер. Пожалуйста. А сколько свайд по трансгендеру выбиралась ли? Елена Санжаровская. Елена Санжаровская. Согласно источнику 24СМИ, Елена Санжаровская популярный фитнес-тренер и блогер, вдохновляющая женщин на совершенствование тела. Она полностью согласна с выражением «Мы есть то, что мы едим». Короче говоря, ребят, вот тут даже фото Никиты, я и Никита, и Яна на свадьбе. И фото моего убиенного мужа. Господи, какой же он все-таки страшный. Царство тебе небесное, Алексей. Покойся с миром. Короче говоря, вот вам, пожалуйста, Google, который ответит на все вопросы. А Инстаграм Эрики я отметила. Вот. По поводу, куда катится мир. То есть вы считаете, это нормально менять пол? Ребят. А вы как считаете? То есть человек должен быть абсолютно несчастным, да? Жить в чужом теле? Как вы считаете? Эрика, ты знакома с Джиганом? Очень популярный вопрос. Мы на такие вопросы не отвечаем. Почему все Эрики трансгендеры? А вы много Эрик трансгендеров знаете? Двоих. Двоих, да? Утренняя тренировка бомба. Ребят, тренировку сохранила на Ютьюбе. И вот эти вот три тренировки, которые у меня еще будут, все сохраняю на Ютьюбе. Сможете потом заниматься. Вот. Вы знаете, вот что я все-таки хочу сказать? Я сейчас завершу, потому что мне надоелся реально четвертый эфир уже. По поводу перемены пола. Вот смотрите. Когда меняют, пытаются поменять пол ребенку, вот сейчас есть такая ситуация, по-моему, Анжалина Анжали, там мальчик с девочкой, да, или наоборот? С девочки мальчика. С девочки мальчика. Делают, который там 7 или 8 лет. Я считаю, что это неправильно, да? А когда Эрика после 18 лет, будучи взрослым человеком, прошла массу психологических тестов, когда Эрика получила официальное разрешение сменить пол, не просто так ей поменяли пол, да, не просто так она начала принимать гормоны, начала делать пластические операции, не просто так ей разрешили выйти замуж официально. Это была официальная свадьба трансгендеров, понимаете? Это их личное дело. Поэтому, ну я не буду уже призывать вас толерантными, еще раз говорю, процент таких людей был всегда. И в Древнем Риме, и в Древней Греции были геи, были трансгендеры, и так далее, и тому подобное. По поводу, сколько пережила Эрика операции, все вопросы к Эрике в Инстаграм. Вам желаю всем хорошего вечера. Порекомендую, как обычно, вам фильм. Результат до и после выставлю вам завтра. Очень красивый результат. Может ее муж родить или нет? Эрика, твой муж может? Да, может. Это секрет. Это секрет. Эрик, это та, которая меня красит. Да, вот Эрик, это вот девушка, про которую я рассказываю. Вот, наконец, в конце концов, кто такая Эрика, наконец-то? Дошло до людей. Ну, часть людей, может, только что заслежу, наверное. Посмотрите все сначала. Все, мои хорошие. Мистика. Рома. Пока. Ну-ка, слава богу.